Привет, Ковер Проджект! Меня зовут Максим Красюк, и я приглашаю вас на Бали в гастротеатр Гаджа Путих. Я точно помню тот момент, когда мне пришла эта идея. Я помню, что была пересадка в аэропорту, мы сидели несколько часов, я сидел, о чем-то своем думал, и я увидел именно эту картинку, когда за круглым столом сидят гости, и в центре этого стола происходит определенное действие. Все знают, что Бали славится своей магией, здесь много мистики, и я хотел сделать именно историю про балийскую магию. Мне казалось, что это будет очень интересным, когда в полумраке сидят гости, и смотрят в центр, как в определенный круг вселенной, и видят там разные происходящие истории. Конечно, мы немножечко ушли от первоначальной задумки, но те эмоции, которые сейчас испытывают гости, они гораздо важнее той первоначальной идеи. Гастротеатр — это достаточно уникальный проект. Мы его называем более точным понятием — это Fine Dining Theater. Мне кажется, это наиболее точно передает то, что мы сделаем. Простыми словами, это ужин и уникальная история, которую мы транслируем нашим гостям. На самом деле, я искал здание для другого проекта. Мне нужно было где-то разместить производство, и когда я нашел именно вот это здание, эта старая картинная галерея, я сюда зашел и обалдел. Оно достаточно большое, оно уникальное, оно со своей историей. И я точно тогда согласился, что я его беру, уже предполагаю, что я здесь открою гастротеатр. В самом здании, к сожалению, у нас не было каких-то реликвий, которых мы могли бы сохранить. Но то, что мы могли сохранить, мы здесь постарались сберечь. Это несколько было картинных храм, из которых мы сделали панно и разместили у себя. Это уникальные двери, через которые гости могут посмотреть на кухню. Это колонны невероятной высоты. И была задача именно сохранить такими, какие они есть. Когда у меня здесь работали строители, они все время пытались их обработать, отреставрировать. Мне приходилось хватать их за руки и говорить, нет, 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 мне нужно оставить именно все так, как есть. Причем так же мы поступили с фасадом здания, чтобы гости могли видеть всю историю этого места. Есть еще такой у нас уникальный момент. Там, где у нас сейчас находится бар, это место для оркестра. Предполагалось, и возможно так и было, когда гости сюда раньше приезжали в картинную галерею, их встречал оркестр, и он располагался в этой красивой беседке. Сейчас в этой беседке у нас находится бар. Мы не стали упускать эту возможность, и все наши коктейли мы сделали, вдохновляясь балийскими музыкальными инструментами. Когда пришел момент уже реализовывать этот проект, мне нужно было собрать команду. Я позвал своего друга, своего знакомого. Он режиссер, Артем Находкин. Он приехал специально сюда на проект и сделал что-то невероятное, помог создать это прекрасное шоу. Мы не нанимали профессиональных актеров, и, в принципе, из всего персонала, когда они приходили к нам устраиваться на работу, чтобы они не знали, куда они идут. И вот обычные ребята устраиваются официантами. Можно сказать, стали у нас звездами. Они выходят на сцену, они показывают нашу историю, и в конце их рабочего дня все гости им хлопают, в том числе и поварам. Причем так же я пригласил сюда талантливого шефа, его зовут Алексей Докучаев. Он из Питера специально приехал к нам и радует наших гостей. Гаджа Путих — это сцена, где еда становится искусством, а искусство всегда индивидуально. В нашем ресторане мы подаем 11 курсов. Это все абсолютно разные истории со своим наполнением, со своими ингредиентами. И моя задача как шефа — это передать через тарелку те ощущения и ту историю, которую мы показываем в Гаджа Путих, чтобы гость окунулся в то место, в тот момент и пропустил все это через себя. Как это все происходит? В течение пяти дней в неделю мы открыты, гости заранее покупают билеты, как в театр. Они приезжают все в определенное время. Мы, естественно, всей командой их встречаем. И уже выходя с парковки, начинается представление. Гости уже попадают в магию. У них есть время до начала нашего шоу, когда они могут выпить напитки. У нас есть театральные звонки, которые мы делаем. И в определенное время, не буду рассказывать всех тайн, открываются двери, гости заходят, садятся все за очень большой круглый стол. И представление начинается. У нас было определено 11 тем, 11 мини сцен, на которые мне нужно было придумать еду. Такие сцены, как подношение. Я подумал, что я могу показать гостю и перевести его в эту картину. Подумал, классно было бы сделать, наверное, цветок, который они используют для подношения. Это джимитир, мориголд. По-нашему, это бархатец. Я подумал, было бы классно его пожарить во фритюре, сделать соус на основе корня томерик, тоже местный, растет здесь, на Бали. И тем самым, через подношение, через цветок, который используют, болицы в своих подношениях, донести до гостя всю эту историю. Или, например, у нас есть сцены рыбаки. Я взял технику, особо они никак не связаны с кулинарией. У них есть плетеные ковры, называется аямтикар. Дословно так и переводится, плетеный ковер. Они их делают из листьев пандана и из пальмовых листьев. Я подумал, почему бы мне не переплести тунца таким же способом, как эти ковры, и заключить все это в такой шар с молодым сыром. Поскольку у нас театр, а театр — это абсолютно разные полярные эмоции, от слишком спокойно до слишком высоких эмоциональных потрясений, у нас возникла такая идея сделать сцену с доставкой. На острове популярная доставка Go Jack. Мы делаем стандартную для Бали уличную еду. Это сатэ. Но не просто сатэ, а такой сатэ-стейк из рибая. И, соответственно, мы все это упаковываем не в нашу классную, дорогую рукодельную посуду, а все это заворачиваем в обычную коробочку бумажную для доставки. У нас не была задача именно, чтобы гости плакали, но я точно хотел, чтобы эта история была очень эмоциональная. Мы практически не используем здесь язык, так как у нас гостей очень много из разных стран, и все построено на разных ассоциациях. Естественно, в большей части на тех ассоциациях и тех мыслей, которые я вместе с режиссером хотели донести, так как мы видим этот остров. И понимаете, в чем уникальность? Так как мы не рассказываем конкретную историю и не доносим ее нашим гостям, каждый видит в ней свое. И это работает еще сильнее. Мы слышали много историй, которые нам рассказывали гости, что они там видели, какие они свои эмоции проживали, какие свои воспоминания у них всплывали во время представления. И мы понимаем, значит, мы все правильно делаем. Все так, как надо. Сложностей было достаточно много. Во-первых, потому что мы планировали сделать основное место для нашего представления в другом пространстве, но мы поняли, что там мы не помещаемся, и тогда пришлось построить новое здание. И одним из таких факапов, с которым мы столкнулись, это наша сцена. Нужно понимать, что все, что мы здесь создавали, это было создано непрофессионалами своего дела. То есть мы строили театр с помощью людей, которые никогда не были в театре и вообще никак с ним не связаны, и вообще не до конца понимают, что будет происходить и что мы здесь делаем. И вот так мы заказали сцену. Нам нужно было, чтобы она крутилась. Прототипом для нее это была вращающая поверхность для автомобиля. Мы нашли на ютубе, как ее изготовить, и тогда отправили мастеру и попросили сделать нам то же самое. Но мастер, который нам изготавливал сцену, когда я первый раз показал, как это выглядело, она просто летела с бешеной скоростью, она очень сильно гремела, что невозможно было даже подняться на эту сцену, и тем более невозможно было на ней стоять. И нужно было что-то решать, нам нужно было уже открываться. Мы приглашали разных мастеров, в общем, никто не мог нам справиться, никто не мог сделать эту сцену. В итоге мастер, который должен был ее сделать, даже не забрал остаток своих денег, он просто от нас сбежал. Все, по итогу наша сцена стоит, а не крутится. Со столом была история, похожая со сценой. Когда я заказывал стол 10 метров в диаметре, большинство отказывались и говорили, что они не могут это сделать. В итоге я нашел мастеров с острова Явы, они его изготавливали там, из натурального тика, потом частями привозили к нам сюда, и здесь его уже устанавливали. Они его изготовили, отполировали, покрасили, и уехали обратно на Яву. Я приехал принимать работу, и понял, что это никуда не годится. Он был в достаточно плачевном состоянии, он был плохо отшлифован. И снизу, и сверху там были пятна. И я снова... Мне пришлось вызывать этих ребят. Они снова к нам прилетели с другого острова. И тогда я уже просто сел в зале и смотрел полностью весь этот процесс, как они заново это все шлифуют. Каждый миллиметр этого стола я проходил собственными руками, чтобы он был идеально ровный. Со всех сторон, снизу, сверху, со всех боков я его полностью общипывал руками, чтобы гости испытывали тактильное наслаждение, прикасаясь к этому столу. Кухня расположена в старом здании картинной галереи. Тут, к сожалению, некоторые стены мы просто не могли снести. Мне бы хотелось, конечно, ее сделать более, так сказать, квадратной, более удобной для работы. Но есть как есть. В нашем ресторане вид блюда не менее важен, чем его вкус. Мы все наши блюда, все наши тарелки проверяем под сценическим светом и смотрим, чтобы это на завершающем уже этапе выглядело так, как мы хотим. Потому что, допустим, белые тарелки нам они абсолютно не подходят, потому что у нас темное пространство. Поэтому мы сделали выбор больше сделать темных тонах, что-то из натуральных материалов и работаем с этим, потому что другие нам не подходят. Также у меня есть любимчики среди нашей посуды. Это наша черная тарелка, которую мастера из Дель Пассара нам вырезали. Очень сложно это для них было, сразу могу сказать, потому что мы сделали кучу сэмплов, кучу проблем, недопониманий. Результат затянулся, который я ожидал. Наверное, я ожидал, что они мне сделают за месяц. Он растянулся на два месяца. Но результат, который получился, я им очень сильно доволен. Это очень классная, очень классно-тактильная тарелка из массивного дерева, которая приятна на ощупь и глазу. Этот проект для меня не самый стандартный. Может быть, не каждому шефу захотелось бы принять участие в подобном проекте, так как здесь есть театр, здесь есть отдельно кухня. Все это должно работать и гармонировать вместе. Но мне, как человеку с энтузиазмом, это очень близко к душе. Все, что мы здесь делаем, это в плане еды и в плане нашей истории от отражения меня и Максима. Гаджапутихс Гаджапутихс в балийском переводится белый слон. Когда я приехал сюда на остров, у меня была идея сделать себе татуировку. И я долго думал, что же я хочу набить на своем теле. И если вы бывали на Бали, вы знаете, что здесь очень много символов слонов. Здесь есть божество Ганеша и вообще балийцы достаточно уважают это животное. И я помню, тогда я встретил балийца, как позже выяснилось, что он был священником. Я у него спросил, могу ли я себе сделать татуировку слона? Не будет ли это осквернением каким-то? И он мне сказал, да, абсолютно, это твое, ты можешь это сделать. Тогда я у него спросил, а могу ли я сделать татуировку белого слона? На что он мне ответил, да, это большое счастье в своей жизни встретить белого слона. И когда уже наступил момент, что я раздумывал на тем, как я хочу назвать этот проект, я вспомнил эту историю и я подумал, что и для меня это большое счастье. И я верю в то, что для каждого из наших гостей точно так же это большое счастье встретить этого белого слона. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok